В эфире телеканал ННТ Новости Дагестана, в студии была Ахмедова. Здравствуйте! Смотрите сегодня выпуски. ФАП «Долгострой» и нехватка врачей в районной больнице. О рабочей поездке вице-премьера в Шемельский район расскажем в самом начале выпуска. Работа есть и ее много. Тысячи дагестанцев посетили масштабную ярмарку в Аканси в Махачкале. Реликвии уже в Хибда. Как встречали долгожданную колонну местные жители, расскажут наши корреспонденты. Еще один вечер под шатром Рамадана. На этот раз Ифтар профинансировала одна из строительных компаний. Подробности смотрите в выпуске. В центральной больнице Шемельского района нет онколога, инфекциониста, анестезиолога, рентгенолога, фтизиатра и терапевта. О дефиците кадров стало известно в ходе рабочей поездки в муниципалитет вице-премьера Абдурахмана Махмудова. Главной целью визита стала проверка фельдшерско-акушерского пункта долгостроя в селе Асаб, который не могут ввести в эксплуатацию уже 8 лет. Строительство было начато в 2015 году. Однако до настоящего времени сюда не подведены коммуникации, отсутствует необходимая мебель и оборудование, неблагоустроена прилегающая территория. Ну вот сейчас мы покажем документы, которые в 2017-2018 году подписаны. Акт приема есть. А вам неинтересно, почему это не работает? Интересно. Своими силами... Министровы обращались? Обращались. Кому? Татьяна Васильевна, справку подбисавлял. Когда? Это было 28 августа 2022 года. Высказав критические замечания в адрес руководства Министерства здравоохранения и местных властей, вице-премьер поручил до конца месяца разобраться со всеми проблемами. На площадке исторического парка «Россия. Моя история» прошла ярмарка вакансий. Организатором крупной акции выступило региональное Министерство труда и социального развития. Вниманию посетителей были предложены десятки вариантов трудоустройства. Более подробно об этом с места события расскажет Карим Гамаев. В Махачкале на площадке «Россия. Моя история» проходит Всероссийская ярмарка трудоустройства 2023. Как вы можете заметить, за моей спиной множество соискателей новых рабочих мест. Так, давайте передадим слово организаторам мероприятия, непосредственно министру труда и социального развития Республики Мураду Козееву. У нас сегодня открытие Всероссийской ярмарки вакансий «Россия. Время возможностей». Это одно из самых крупных мероприятий в этом году, который состоится в сфере занятости. У нас это масштабное республиканское общероссийское мероприятие. У нас представлено более 80 работодателей из Республики Дагестан и более 500 рабочих мест, которые они представляют сейчас соискательным, уже готовых рабочих мест. Также у нас есть за пределами, есть возможность трудоустроиться соискателям за пределами Республики Дагестан. Здесь представлено множество компаний и работодателей, некоторые из которых дают шанс проявить себя прямо здесь и сейчас. Я хотела прийти сюда, чтобы научиться чему-то новому в плане готовки и собираюсь прийти на длительные курсы в школу семьянов. «И как мы понимаем, здесь вам прямо на месте дали возможность опробовать себя в новой стезе?» «Да, я давно хотела научиться готовить у мастеров». «Много ли к вам сегодня соискателей обратилось в поисках работы?» «У нас большое количество соискателей, все наши флайеры уже разобрали, анкеты переполнены, ничего практически не осталось, а мы только начали. На самом деле вакансий у нас очень много, мы ищем консультантов, кассиров, мы ищем управляющих, нам нужен маркетолог, так что мы в поисках». Обширная география вакансий, 500 вариантов в пределах самой Республики и более 5000 вакансий на территории всей страны. Сегодня ярмарку в поисках своего рабочего места посетило более 3000 дагестанцев. Карим Гамаев, Саид Шагидов, новости ННТ, Махачкала. Реликвии пророка Мухаммада, мир и мои благословения Всевышнего в эти дни находятся в селении Хебдаш Амильского района. Посетить выставку приезжают тысячи людей с разных уголков не только республики. О том, как местные жители встречали частичку посланника Всевышнего в следующем сюжете. Реликвии пророка Мухаммада, мир и мои благословения, в предыдущие три дня находились в селе Дылым Казбековского района. Именно отсюда они направились в Шамильский район. По пути следования автоколонну практически в каждом населённом пункте, несмотря на дождь и ветер, живыми коридорами встречали местные жители. На подъезде в селении Хебдая встретили всадники, группа мотоциклистов, которые сопровождали колонну до места прибытия. Тысячи людей вышли на улицу, чтобы встретить благословенные реликвии. Несколько километров дорог в знак уважения и любви к пророку, мир ему, местные жители расстелили ковры. Представители власти, религиозные, общественные деятели и активисты Шамильского района, все они бережно и с трепетом, заносили реликвии на территорию парка, где в специально подготовленном помещении они будут находиться все дни выставки. Жизнь такой бывает, наверное, один раз для наших жителей. Это большой и счастливый день, что реликвии пророка и сподвижников привезли и наш район сегодня. Очень благодарны всем жителям района, которые встречались в границе района и до самого райцентра. Не так давно наш Ботлицкий район также встречал эти религии, любимца нашего Всевышнего Аллаха. И искренне хочу сказать, что это оставляет неизгладимый след в истории района. Люди меняются, район меняется. Возможно, не каждый этого замечает, но барракад, безусловно, посещает район. И от многих бед, уверен, это с помощью Всевышнего нас уберегает. После завершения последних приготовлений на выставку пустили первых посетителей. В выставочном зале представлено 38 реликвий. Это принадлежности посланника Аллаха и его семи из подвижников и праведных предков. Самое почитаемое из них – голос пророка Мухаммада. Мир ему и благословение. Посмотреть реликвию приезжают семьями со всех уголков Дагестана и даже из других регионов. Их объединяет любовь к исламу, пророку и праведным предшественникам. Неописуемое состояние. Спасибо большое. То, что смог увидеть эти вещи. Хотелось бы, чтобы они у нас были, остались. Башаллах. Просто не забываем эмоции. Я еще приду сюда обязательно. Я думаю, это даст стимул подрастающему поколению следовать его заветам, суньи пророка Салилоса. Для нас это, конечно, история и воспоминания тех событий, которые были в свое время в городе Ясребе. Организаторы постарались создать все условия для комфортного пребывания гостей. Во время Ифтары и Сухура всех постящихся также угощают горячим питанием. Поток людей посетить реликии пророка Мухаммада Салиллаху Алейхи Вассалям не прекращается. Здесь они пробудут до 16 числа включительно. Ханзнур Магмедов, Магомед Магмедов, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Шамильский район. Шатер Рамадана. Ежегодная благотворительная акция для верующих. Тысячи людей ежедневно по завершению поста совместно принимают трапезу. Расходы на организацию очередного коллективного разговения взяла на себя строительная компания «Эффект ДВ Лопмент», которая реализует жилой проект на юге Дербента Гранатовой. Подробнее по теме от Ханапова. Шатер Рамадана продолжает радовать посетителей. Взрослые дети каждый день приходят на угощения в вечернее время. Ежедневно здесь разговариваются порядка 4000 человек. На этот раз мероприятие посетили и представители строительной компании «Эффект ДВ Лопмент», которые взяли на себя расходы по организации Ифтара. Атмосфера здесь очень душевная. Почему мы решили провести здесь Ифтар? Потому что я думаю, нельзя остаться в стороне, когда понимаешь, насколько важен этот месяц для всех мусульман. Хотели поддержать, разделить, почувствовать этот праздник, этот день. Хотели провести его вместе с вами, сблизиться с вами. Мы очень любим, уважаем народ Дагестана, уважаем вашу религию, ваши традиции. Нам очень приятно, что есть такая возможность принять участие в Ифтаре. На столах традиционно горячий плов, финики, соки и фрукты. Десятки волонтеров помогают накрывать столы и ухаживать за посетителями. Уже третий-четвертый год посчастливилось сюда приходить каждый месяц. Очень доволен, что среди всех людей, многих, именно мне посчастливилось. Ощущение, конечно, очень доволен. Ну, это тоже нехорошо, так сказать, что самодовольствоваться. Ну, очень доволен, что хоть какая-то польза в этом паракатном месяце от меня исходит. В шатер приходят студенты, рабочие, те, кто не успел попасть домой, да и все желающие, независимо от нации и вероисповедания. Условия шикарные. Здесь палатка, здесь люди приходят. Не надо стоять где-то. Сидишь, тебе приносят, отпускаешь, сразу идешь, намазы совершаешь. Все прекрасно, все хорошо. Напомним, коллективные ифтары стали в республике традиционными, а площадка во дворе Джума-Мечети считается самой крупной. Масштабный проект реализуется благотворительным фондом «Инсан». Участие в нем может принять любой желающий. По теме Тханапова, Нурмагамед Магомедов, новости ННТ, Махачкала. И к новостям спорта. Махачкалинская «Динамо» отправится в Москву на матч против команды «Родина» в рамках 27-го тура Первой лиги. Игра состоится 15 апреля на стадионе ВТБ «Арена». «Динамовцы» имеют на своем счету 37 набранных очков и занимают шестое место в турнирной таблице. Махачкалинская «Динамо» лидирует в рейтинге команд, больше всех оставивших свои ворота сухими. В 26 сыгранных турах «Динамовцы» пропустили всего 18 мячей и 13 раз оставляли ворота вне прикосновенности, что является лучшим показателем среди команд Первой лиги. Боксер Альберт Батергазиев следующий поединок проведет в июле. О ближайших планах олимпийского чемпиона журналистам рассказал его тренер Эдуард Кравцов. 24-летний спортсмен планирует выйти на ринг на турнире в Ханты-Мансийске. В качестве соперника рассматриваются боксеры 100 по 15 мирового рейтинга. В активе Альберта Батергазиева 8 профессиональных поединков. В своем последнем бою в феврале он досрочно одолил экс-чемпиона WBA Хесраэля Коралеса из Панамы. Дагестанский борец Ахмед Тажудинов выиграл чемпионат Азии. Международные соревнования проходят в Астане. Тажудинов был вне конкуренции в весе до 97 кг. Воспитанник спортшколы имени Садулаева выходил на ковер три раза, поочередно победив представителей Казахстана, Ирана и Китая. Золотая медаль вольника пошла в зачет сборной Бахрейна. Сегодня за награду высшей пробы поборется еще один дагестанец Юсуп Батер Мурздаев. Этот тяжеловес в Астане защищает цвета сборной Казахстана. На этом я с вами прощаюсь. Смотрите наши выпуски также на тематическом телеграм-канале. Легкого вам поста, хороших выходных и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok